hello hello жена твоя столько тебе лет 23 почти да на вид 16 смотри предстаёт к твоей жене этот паразит какая тема ну чтобы вообще-то мы из милиции так если что это самое генерал овд этот майор вину киев как же жена как-то зовут ася ты смотри вот чтобы мы не вылезали с кадром ась ну как нормально сюда слава богу и так здравствуйте дорогие теле радиослушатели меня зовут евгений ширяев и это шоу вопросы за вопросы получается я спросил как тебя зовут в общем понеку на звонок ванек здорово каждый день ванек с беларуси написывал мне в instagram с одним и тем же запросом когда ты снимаешь свое шоу каждый день я отвечал ему завтра 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 и вот наконец-то наступило это честно говоря завтра дача я подумал что меня сливаешь вы со мной разговариваете я здесь за старшим до закончить еще что минут через 30 только мы закончим у нас телепередача большая какая просьба развернуться в ту сторону и макарёк без проблем это у вас это из этого значка как все у нас строго в нашей россии пьет макарёк там милиция там росгвардия там снайпер прямо вот я вижу как я говорю вон эти обложили со всех сторон ребята живем непонятное время в непонятной стране но зато с нами все понятно сейчас пять вопросов я задаю войку ванек не отвечает ни хрена не получает отвечает получает 1000 рублей сегодня я решил сделать видео по динамичнее нарезку бешеную как раньше за года три назад когда было дело и всех будут сливать по жесткому денег сам понимаешь ни хрена нету курсе не вообще я худею от него iphone 13 который мне должен был привести миша не из америки накрывается наша скотина стоит сколько сейчас денег понимаешь я хожу с этим айфоном со своим старым уже седьмой год стыд понимаешь хрен пойми какой там плюс поэтому все денег нему экономия у меня есть в описании эти реквизиты кто богатые люди еще остались в стране присылайте на пожертвования чем не стесняться что мне я я говорю как есть макунга птица которая подбрасывает своих детенышей в другие гнезда может быть какой-нибудь голубь может быть какой-нибудь коршу и так срочно подсказка оси ты уходишь и быстро из кадра уходишь из кадра ась ну иди сюда что этот белорусы нихрена не знает нет что мы питерские ребята я правда питерская фамилия такая питерская аси питерская да ну нормально ты сиди ваху отхватил ась питерская что за птица это кукушка иди дальше смотреть как мы смотримся в кадре да ванек 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 чему вас там батька вас школе то очень картошку сажать второй вопрос скотоводческая ферма а в сша нормально смысл скотоводческая ферма смотри я еще хочу чтобы мы крупняком были отлично скотоводческая форма ферма сша форма но она нет фермы все же да так что это такое да как они называют эти ковбои которые ездят на своих лошадях в большой шляпе с маленьким так еще раз скотоводческая ферма в сша что это за локация где оси сиди оси иди сюда все ванек уходи отсюда и сюда ты пока посмотри как мы выглядим там ванек итак ася питерская у тебя есть какой нибудь вариант вариант он на букву р и заканчивается на чё и ранчо ранчо ванек иди сюда согласен ли ты что это очень простые вопросы просто я чего-то просто не стоя на 5 лет милиция как думаешь она к нам подойдет если чего я здесь за старшего может у меня спрашивать она посетитель вот с хэппинет о чем снимаем если что я за сгуре это милиция здесь мы снимаем шоу вопроса за бабоса они посмотрите в интернете все узнаете о нас а это генерал кстати и на кейф между прочим герой на киев мы хорошо смотримся и так коллеги ответил на ваш вопрос ну слава богу все валило а вы что хотите чтобы мы пошли про что-нибудь другое снимали не про политику там про януковича не хотите ну смотрите а то я могу психанул и буду снимать эту гадость я все мы продолжаем снимать наше юмористическое шоу ну вот скажи мне ну какое дело вот ним что мы здесь снимаем а обстановка противная здесь я в центре не был уже недели две вот как 24 числа я поехал снимать первый раз когда вот вся эта шляпа произошла я больше не выезжал она накаленная отвечаю мне не нравится да кто просил мозги в сказке волшебник изумрудного города кто просил мозги в сказке я даже не читал понятно все пошел вон отсюда но ты еще вернешься аси иди сюда аси иди сюда так ему 23 годика до себе я должна острее но это кто-то пугало чучело которая стояла на огороде она просила мозга как его звали страшная страшила муженек иди сюда продолжаем продолжаем спасибо что ты будешь делать ася ася питерская это ее псевдоним нет реально фамилия я сам шокер на класс класс наверное кто-то из родственников который первый что да не такая же нас кирали он сказал санкт-петербург скорее всего не такая же фамилия может это соображаю слушай когда дома смотри конечно полегче четвертый вопрос краткий краткий и насказательный рассказ в стихах или прозе снова учительным выводом так еще раз краткий но краткий рассказ там где еще и какие-то выводы есть да еще и нравоучительный так не поэма и не ода и не ода ты слышала может быть бастик нет конечно басе конечно басе типа это какой-то сейчас должен быть победный клич какой-то звук давай сделаем пятый вопрос отвечая на него ася получает тысячу рублей сложный вопрос но интересный отлично интересный и он уже кажется был окружность земли сколько в километрах варианты ответа есть я могу сказать это примерно 40 тысяч километров окружность почему это интересный вопрос ладно ася не получаете ты получаешь бабки потому что ты у нас самый сложный вопрос ася не знал любом ты понимаешь в чем прикол охренеть можно чтобы вот так вот пешочком пройтись вот отсюда и вокруг земли досюда 40 тысяч км и плавка 40 тысяч км и все всего 40 тысяч км и земля того малышка вообще вот финти флюшка это удивительно привет привет белорусам передаю привет все мы сможем вот родителям близким осталось всего две кто и желающие еще два кассоля сегодня всего снята с банковская карта и все и все бабос раздаем да не хотим поучаствовать в этом мероприятии очень трудно так ребят но вы не убегайте пока хорошо потусуйтесь потусуйтесь со мной мы хорошо все уже оператора выше не работает меня зовут евгений серьезно похоже на моего соседа своим стоит удивительно имя повезло не повезло наверно денег нет кризис подсказывать не буду буду что еще делать засаживать буду чтобы типа не платить о чем видели курс юаня юань пока еще не слежу наверно скоро дорогие жители этой планеты возможно это последний видос на этом канале потому что наверно уже не шутки и прикроет всю эту шарашки на контору youtube нахрен нам заблокирует чтобы мы ничего лишнего здесь не болтали и все будет в яндекс дзене ссылка на яндекс дзен будет в описании там уже канал который шпарит уже года полтора и работает вовсю но раньше все таки не раньше а сейчас ютуб это был первый первый источник куда я выкидывал свои видосы но если все это прикроет первым источником пока будет яндекс дзен ссылка в описании подписывайтесь телеграм-канал есть тоже нахрен он мне нужен я не знаю мне он вообще бесит мне нравится там вообще находиться в этом интерфейсе но он есть и наверно пока это будет вместо инстаграма вот такое фуфло голимая линия которая делит землю пополам называется 40 тысяч сильно-сильно только мы от 40 тысяч говорили я вижу вы соображаете ну это небось в школе хорошо учились при высших образований нет кто является лесным доктором лесным доктором лесным доктором является так кто там является да вы погромче то говорите кто 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 ну так подсказка оси осени а нет никакой боли ну давайте все хватит подсказывать теперь я буду подсказывать это птица лесной доктор птица ну да так кто там может быть я не очень образованный человек у меня всего лишь 14 неполно высших школьных образований но даже я в шестом классе что сказали же не это меня я знал об этом птица знал значит я все-таки весна доктор умный человек кукушка это не доктор это сволочь такая который бросает своих детей глухарь но тоже на доктора не тянет в чем его прикол он спасает кору деревьев наверняка взять известно про кору я правильно подсказал он уже долбит а кто в наше время не долбит нам вот дай только возможность подолбить да ну естественно описание собственной жизни биография нет сейчас секунду я посмотрю там еще одна приставочка монография биография что там еще может быть и главный приз какой главный приз в поле чудес автомобиль да автобиография да все правильно да так владелец земли и крепостных крестьян в средние века а где в России или вообще а я помню что и у нас так называли тоже и в Европе тоже так называли была потом это вот как разрыв о я подсказал сейчас не слышали нет так промямлил конечно какие есть варианты ну блин вот это всегда то когда смотришь со стороны и все блин все вылетает а вот так так ну не купцы не ну дворяне это были дворяне ну вот на моем дворяне так что за просто владелец земли крепостной крестьян в средние века ладно у нас так его может быть и не называли но в Европе точно но когда была эта раздробленность ее все уже так называли какая раздробленность какая на Руси которая была раздробленность или какая да вообще и там и сям и на Руси тоже сейчас у нас такой же я же недавно читал историю так у нас тоже называли смотрели шоу простым языком называется про историю моя передача не смотрели? нет хочу возобновить ну чё там? на ЭП? на ЖО! феодал что ли? феодал вот так вот да хотелось сегодня не подсказывать сэкономить и щенку нет не дают не дают опять идет милиция а они вон кто меня? они грузят меня уже второй раз не мимо идет пятый вопрос никаких подсказок все хватит хватит безобразничать древнегреческий город исчезнувший почти мгновенно в результате в результате метеорита да ладно в результате этого вулкана ну чтож привет кому-нибудь всем по кавказу полезу ну привет всем привет кто смотрит канал наверное сейчас в телеге сидят тоже всем привет подписывайтесь бывает весело и интересно прошу пани ваша тыщенка так нормально нормально 8 долларов купите себе сегодня какой-нибудь ну хоть чумпанчукс какой-нибудь до свидания до свидания все залетайте а иди сюда иди сюда что говоришь какой последний ответ был там мне услышал помпея здрасьте я понял можно посниматься можно посниматься посниматься ну пожалуйста прошу прошу пан так я предлагаю сменить немножко локацию хорошо встали вот так вот просто вот так встали бомбочка ништяк кто сейчас снимает нас на скрытую камеру негодяй а вот дама стоит дама снимает нас ваша жена а это да нет это родственница а родственница я хорошо рядышком 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 как вас зовут Руслан Руслан меня зовут Женя а чё это вы смотрите видосы за бабусами вопросы писал а чё писали писал что через неделю в отпуск приеду в Питер блин я сниму очки Ванек твердо установленная зарплата Что-то я совсем… Тариф? Нет, не тариф. Тариф безлимитища. Оклад. Оклад? Да. Ну, правильно. Девочка, вступившая в борьбу с самой Снежной Королевой. Я даже не помню. Девочка, девочка. Вот он делок не помню. Как делишки-то вообще? Делишки? Да. О, потихоньку. Потихоньку? Слушайте, что хотел сказать? Да, что хотел сказать? А, ну Кай там был. Кай, да. Ну, а она… Герда. Ну, Герда. Третий вопрос. Туристическое путешествие по воде. Туристическое? Сейчас покупают билет. Куда? Походят. Лайнер-то какой? Куда? Крузинчик ТР. Лайнер предлагательное. Лайнер? А какой лайнер? Не знаю. Какой лайнер? Уездный лайнер? Уездный. Ну, не уездный. Ну, не уездный. Это точно. Не знаю. Нормально все, эй. Вот такие клоуны тоже бывают у нас на районе. Да. Туристическое нет. Нет туристических. Крузинштерн район. Братишка, ты там не старайся. Ты потом в следующем будешь, это самое. Оставь немножечко свою экспрессию. Да дай поугарать. Оп, оп, нас просят немножко сместиться. На букву К. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Забыло это слово. Забыли? Круиз. Круиз. Аллилуй. Вес груза без упаковки? Нет. Масса нет. Масса нет. Пятый вопрос и победа. Источник звука, служащего эталоном чистоты звука при настройке музыкальных инструментов и в пении? В пене? А еще раз вопрос. Надо хотя бы читать вопросы до этого. Источник звука, служащего эталоном чистоты звука при настройке музыкальных инструментов и в пении? С музыкой не силен. Да, где родственница такой подсказал бы, может? Нет, там точно не подсказал. На физике помню, это лабуда была. На физике? Да, такая вот хрень, такая рогатка. Да, да, да. Бум-бум-бум. А вот как называется, я даже примерно не помню. Да? На букву К. Нет, это мне совершенно ни о чем не говорит. Ну, когда говорите в микрофон, старайтесь на это городу, да? Сколько вам годиков? 46. Да? Где работаете? Ну, содержание дорог, так сказать. Железных? Железных? Нет, водитель. Нет, асфальтобетонных. Прямо тех дорог, которые асфальт прям, да? Да. И этих тоже. Ну, не помню это что-то. Так-то херово у нас в России дороги. Но вы тут при чем? Да. Но мы тут не при чем. Понятно. Науку К. Ну, я помню, что науку К. В конце буква Н. Нет, наверное, не смогу. Заметили в последнее время так вот лихо деньги раздаю? Да? Ну, всем подсказывают до того. Вы же смотрите мои видосы. Конечно, смотрю. Я посмотрю. Сегодня все по-другому. Да? Ну да. Да нет, ну я не за деньгами пришел. Да я понимаю. Обнимемся. Обнимемся. Давай. Что же делать? Ну, нет, ну я не смогу. То есть, я не знаю. Камертон. Слышал? Ну, уже забыл. Ничего страшного. Ну, может, кому-нибудь привет за сандалец. Там еще что-нибудь скажете хорошее. Что думаете там? Все что угодно можно. Мне это вообще по барабану. Ну, не знаю. Ну, пусковый привет. Антошке Васильеву привет. Все будет хорошо. Все. До свидания. Пока еще попасусь здесь. Сглядишь, кто еще нарисуется. Тыщенка-то еще осталась, которую вы не залимонили. Понимаете, да? Все. Ну, все. До свидания. Человек с усами. Нет? Столько было криков, там шума, гамма. Ладно. Раз, фокус. Здорово. Блин, капец. Так, раз, что я увидел. У нас с тобой почти одинаковые запешники, да? Ну, да. Но у меня более ровные. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да. Ну, и Бороденка тоже у меня, конечно, не такая, как у тебя. Да, очень сильно завидую тебя. А сколько тебе годиков? Ой, блин. Мне 21 ровно. Чуть не так, может быть. А, я еще, у меня еще. Друг к другу. Друг к другу? Да. Сейчас, подожди-ка. 21 годик. Да. Слушай, шикарный там у тебя волос. Ну, вот с волосами ты, походя, делай на меня. Слушай, я так тебе скажу. Я тоже хочу сделать себе длинные волосы. Да я это... Но у меня не получается. На продажу. На продажу, да? Да, я уже второй раз это делаю. Понятно. А вот откуда столько терпения? Ты молодец. Да. Как звать увеличать? Илья. Илюха. А ты меня знаешь? Ты видел видос? Ой, я вообще, я твой очень сильный поклонник. Вау. Да, я еще смотрел, когда ты был с Валентином Фокином. Там у тебя было шоу. Ну, было, было, да. Которые-то выходили, там пытались бесплатно поесть. Да, я синие губы и белое лицо. Да. Я альбиноска. Витамина Дейли, что? Альбиноска, прям, простоящее? Ну, нет, ну, папа подговорить. Папа-то, говори, да. Губы-то синие, господи, не окочуришься сейчас, да? Да нет, нормально. Все, я просто решил одеть весеннюю. А, легонько, легонько оделся. Да, весеннюю куртку оделся. Как мы так уходим, непонятно вообще. Так, ладно, я сегодня жмот. Денег нет, как говорится, лишних нихрена. Поэтому... Нету, да, нету, да. Так, еще монетизацию все же отключили, ты же знаешь. Да, да, знаю. Ужас! Ужас! Самая тонкая природная нить. Самая тонкая природная нить? Это из белой. Природная нить. Кто у нас природная? А, паучная нить. Человек-паук! Правильно? Да. Газообразная оболочка, окружающая Землю. Да. Кстати, по вот это, хотелось бы сказать. Ты начал здоровый образ жизни, я тоже сейчас отказался. А, ты видел это? Да, да, конечно, смотрю. Это тоже отказался от сладкого, тоже, значит, сейчас. Братишка, и друзья, смотрите мой второй канал. Там каждый день я выпускаю новую передачу, которая называется Здоровая жизнь. Я Здоровая жизнь, и все, кто смотрит, пускай тоже будет Здоровая жизнь. Илюха, смотри, каждый выпуск. Я, хоть с виду такой балбес, но немножко соображаю. Все могу правильно рассказать, сказать. Третий вопрос, или второй вопрос? Третий, третий. У вас нас нет. Обесценивая денег из-за роста цен на товары и услуги? Инфляция, это не то, наверное. Не дай бог. Ну, а к этому все идет. Тратьте все свои деньги. Покупайте у меня рекламу. Да, я предлагаю, ребята, чтобы избежать инфляции, просто все бабки вкладывайте в мой канал. В описании есть реквизиты. Скидывайте мне все эти ловешки, я найду им применение. Нормально я придумал? Да, отлично. Инфляция, все верно. Четвертый вопрос. Спортивный бег на 42 километра 195 метров. Ну, это марафон? Или это как-то определенный? Что ты как-то не уверенно говоришь? Да, я просто не знаю. Никаких определенных нет. Это вопросы у меня детского сада, школьной программы университета пятого курса, понимаешь? Я, кстати, на втором сейчас. Тем более. Пятый вопрос и победа. Музыка не будет. Какой? Музыка не будет. А хочешь музыкальный вопрос? Ну, было прикольно. Ну, шестой вопрос сделает. А, ищ. Да. Сейчас ты победишь, и мы с тобой в конце споем. Ну, попробуем. Легкое и простое сооружение, с помощью которого индейцы решают жилищную проблему. Индейцы... Простоквашино мультик смотрел? Да, смотрел. Там шарик построил такой. Это победа. А ты-то я, и никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам. Я тоже. Давай какую-нибудь другую. Да я знаю, блин. Так сложно вообще-то. Немножко стесняюсь перед камерой. Да? Да. Я все думал, что еще немножко повыше. Ты где-то? Ты где-то? Нет, это песня не хочу. Я не знаю, это такое. Держи. Блин, спасибо большое. Нет, давай еще, давай еще что-нибудь споем. Что ты? Что я не споел? Собрался-то, блядь, намырался. Держи, пожалуйста. Что ты? Как ты свой, не знаю, как я родной. Что там, такую песню, я знаю. Блин, этот, как называлась-то она? Хотел сегодня снять немножко по-другому, как раньше. Типа нарезку такую сделать, такую. Ну, мне так не нравится, мне так не нравится видос вообще. Ну, я думаю, может быть, все-таки людям действительно нравится просто смотреть вопросы за бабосы без моей лишней болтовни, без моих лишних приколов. Ну, пошли в жопу все. Вот буду делать так, потому что мне так нравится, и все. Это, ты, подня, как называлась-то? Песню ты вспоминаешь? Да, песню, наверное. У меня просто песни там старые, типа, с телягой из Москвы, там, или поздней частной. Какой поздней час? Поздней час. Баллы на первые 8 тысячи над землей. Поехали. Гул-турбин, обрывки сна. За окном, облаками белыми, лежит пейзаж ночной, а над ним летит луна. Тайное движение в небе без конца. Вижу отражение своего лица, ты далеко от меня. За пеленой другого дня. Я на байк. Даже время мне не сможет помешать. Перелететь океан, и разогнав крылом туман. У вас ночных небес, скорей тебя обнять. А вторку, блядь, не помню. Браво, браво, аплодисменты. Все, Илюха, Пуэрдис Мартус. Спасибо большое. Все, рады, что было. Мечта, классно. Мечта сбывается. У меня тоже мечта стать с колоночкой и попить караокко. Сейчас говорят, менты поганые гоняют за это. Ну все, я погнал. Давай, Лех. Спасибо, пока. Что делать? Ну вот, позови, кого они не могут. Да хрен с ними, я заканчиваю видос. Да, бабосы закончились. Снимать больше, как говорится. Я не буду сегодня. Спасибо Ваньку, Асе Питерской, что были моими сегодня участниками и операторами, что смотрят все это дерьмище. Спасибо, Илюхе. Очень, конечно, жалко, что мужчина приехал и бабосов сегодня, как говорится, не заработал. Но если бы у меня было бабосов побольше, я думаю, что я по-любому бы накинул бы в топку. Вот такая у меня есть отмазка и такое оправдание. Ха! Еще хотел еще сказать. У меня есть второй канал, называется Еширяев. Там каждый день я снимаю классные видосы о здоровом питании. Смотрите, все это говнище, дерьмище и волосатые. Подмышки у меня уже отсутствуют, потому что я побрил их триммером вот этим. В комментарии пишите шмара. После того, как вы это напишите, какой-нибудь хороший напишите отзыв или, не знаю, комментарий или что-нибудь еще. Если закроет этот поганый YouTube, то я есть в Янекс-Зене, в Телеграме, в Тик-Таке и во всей другой этой лабуде, которая только есть и будет на этой планете. Ищите Негодяй ТВ и все вы это найдете. Ну что, я погнал! Макунга! 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 Продолжение следует...